Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, изучал вашу биографию перед нашей встречей, и я для себя вычислил, откуда у вас вот это желание противостоять системе. Насколько я понимаю, ваша мама познакомилась с вашим папой, совершая как бы административный проступок. Ну, по теперешним временам, да, тогда это ей грозило гораздо более серьезными последствиями. Ну, вообще-то она была под колпаком. Расскажите просто в деталях, как это случилось, как они познакомились. Вы знаете, история моих родителей, вообще создание моей семьи, в которой я родилась и выросла, это просто отдельная драматургия. Потому что мой папа, родом из Смоленска, 21 июня гулял на выпускном вечере и пел песню «Если завтра война», наутро пошел военкомат, потому что война наступила завтра. А мама училась в Ленинграде, закончила 9 класс, ей было 15 лет. Их послали рыть, там, противотанковые рвы. Немцы наступали так стремительно, что она увидела немецких мотоциклистов с автоматами, вот буквально с лопатой. Это было ужасно. И их всех забрали, погрузили в поезд, и мужчин, учителей, расстреляли. А их мальчишек и девчонок, в основном девчонки, всех отвезли в Германию работать, вот, восточные рабочие, рабы. Это куда-то на германо-французскую границу, насколько я вспомню, нет? Нет, это позже было. Сначала где-то около Бельгии они шили гимнастерки, в цеху работала, что-то шила. Потом там, ну, для 15-летней девочки, вообще она ничего не понимала. Потом там образовалось какое-то подполье, их не разбирая, отправили в Дахау, это страшнейший концлагерь. Вот, до конца жизни она показывала номер, который у неё был, татуировка. А уже после поражения под Сталинградом фашистов, уже некому было работать в сельском хозяйстве, была всеобщая мобилизация. И тех, кто был помоложе и покрепче, забирали из лагерей и отправляли на сельхозработы. И это её спасло, потому что она попала как раз в Саар-Брюкен, это граница с Францией, доить коров. Попала к немецкому крестьянину, Бауэру, доить коров. Можно было... Да, не самая плохая работа по тем временам. Нет, ну, можно было пить молоко, хотя и тайком, но всё равно, и как-то поддержать свои силы. Весила она там 38 килограмм. А главное, и это очень запомнилось из её рассказов, сам этот немецкий крестьянин, полуграмотный и не очень образованный, у которого два сына погибли в России. На Восточном фронте. Тем не менее, относился к ней и ещё одной девчонке рядом с ней очень дружелюбно и всегда говорил ей. А мама училась в немецкой школе, она прекрасно знала немецкий язык, поэтому у неё не было барьера. От него она узнавала все новости, потому что им давали по радио только слушать Геббельса. Тогда она узнала о блокаде Ленинграда, ничего же не знала о том, что всё-таки не взяли ни Ленинград, ни Москву, потому что никакой информации за все три года почти войны она не имела. И он по ночам, чтобы не настучали соседи, подкармливал их и говорил ей, воюем не мы с тобой, воюет твой Гитлер, твой Сталин и мой Гитлер, и я к тебе ничего плохого не имею. Но освобождал её уже второй фронт в 1945 году, она увидела американских лётчиков, союзники, высадка в Нормандии, она увидела американских лётчиков. И первое, что они сделали, они собрали в офицерском клубе всех советских девушек и показали им газету со статьями Сталина о том, что кто работал на врага, те враги. Сказали, девочки, вас ждут лагеря, вам нельзя возвращаться, поэтому вот под Гамбургом стоит наш корабль, давайте туда и в Америку. И почти все, мама была в числе немногих, по-моему, пять человек, которые сказали, нет, мы хотим домой. Почему? Не знаю, наверное, это и есть то, что сейчас так модно называть патриотизмом, но это была любовь к не к той сталинской родине, к которой ей ещё предстоит узнать, что будет и что её ждёт, а просто к дому, к родным, к родному гнезду, к родному месту, к маме, которая её всю войну ставила в церкви свечки за упокой, а когда ей разрешили написать письмо, то она получила, по сути, письмо с того света, потому что она уже давно дочку оплакала, мою маму, и ставила свечки за упокой. Поэтому вот такая история. Но маме предстояло ещё не менее страшное испытание, потому что после того, как их американцы передавали, знаете, как в кино показывают, на мосту, передавали обмен, и самое страшное было, что среди в этой толпе, которая менялась на мосту рядом с ней, были девчонки, такие же, как она, бывшие радистки, которых забрасывали в тыл, или вот такие же, как она, угнанные в Германию, которые жизнь есть жизнь, и даже там прижили детей с младенцами на руках, прижитых от немцев, и они прекрасно понимали, что им грозит, и что это будет. И когда мама, наверное, самое страшное её воспоминание, это когда она видела, как эти женщины бросали с моста своих младенцев, только чтобы не попали туда, куда они знали неизбежно они могут попасть. Мама попала в СМЕРШ, сидела в подвале на хлебе и воде, пока её проверяли, причём допросы были в самой такой жёсткой форме. Как долго это продолжалось? Не заагентурили ли, а почему ты дала себя угнать? Она отвечала, мне было 15 лет, меня никто не защитил, нельзя было даваться угнать, надо было броситься под пояс, ну, в общем, соответствующая терминология и жёсткость. Но после всех проверок ей разрешили написать письмо маме, о чём она просила. Она узнала о судьбе своего отца, который ушёл на фронт и погиб, прошёл всю войну, и погиб под Кенигсбергом в апреле 45-го, не дожив несколько недель до победы в этом кенигсбергском котле. Ну и так как с кадрами было плохо, а она знала немецкий язык, её после всех этих проверок взяли работать переводчицей в советскую военную комендатуру, город Герберцк под Берлином. А комендантом, ведь назначали во всей советской зоне наших офицеров, а комендантом этого немецкого города, советским военным, был старший лейтенант Борис Нарусов. Вот там они познакомились. А при каких обстоятельствах? То есть вот как они познакомились? При очень, я бы сказала, неромантических, а вот таких административно нарушаемых, как вы выразились. Маме не доверяли, она была под колпаком, и поэтому ей не давали прямой контакт с населением, а давали переводить письма, жалобы, доносы, которые местная, приученная немцами и не только немцами населения, писала обербургомистру, то есть советскому военному коменданту. Утром ей приносили в закрытую комнату эти письма, она их переводила, отдавала, вечером забирали. Однажды ей принесли письмо, письма, где немецкая женщина писала донос на других немецких женщин, там Хельгу Марту, не помню как, о том, что вот они забеременели от советских солдат, а советский военный комендант разрешил им сделать аборты в немецком, в советском госпитале. И мама понимала, что этот гуманный офицер рискует, потому что... были запрещены и в гитлерской Германии, и в Сталинском Союзе. И в Германии, и в Гитлер запрещены. Он нарушил два закона, юрисдикцию этого, и понимала, что ему от сострадания к этим несчастным немецким теткам грозит очень серьезное наказание. И когда вечером стали забирать это письмо, она сказала, что почерк неразборчив, она не перевела, переведет завтра. А вечером в личное время села на велосипед, доехала до города, нашла эту комендатуру, вызвала, нашла табличку коменданта, вызвала его, боялась прослушки на воздух, на улицу, и предупредила его, что так и так, на тебя такое, я никуда не могу это деть, это пойдет туда, если можешь, подстракуйся. Смелый поступок очень. Но отец был молодой, ему сколько было, 24 года, 23 даже, он 23 года рождения, значит, ему было в 45-м 23 год. Молодой лейтенант, он пошел к своему командующему, сказал так и так, я должен был либо привлекать солдат за изнасилование, либо пожалеть этих тетек. А дети это было в результате изнасилования? Ну да, командующий понимал ситуацию, сказал, напиши мне задним числом рапорт, я, мне ничего не сделают, генерал, а ты будешь действовать в соответствии с разрешением. И все обошлось, отца потом действительно вызвали в трибунал, он действительно объяснился, его не наказали, а вот он потом решил найти ту девушку, которая его спасла. И, собственно говоря, так они и познакомились. Вряд ли просто из чувства благодарности, наверное, все-таки она им понравилась про женскую. Ну, сначала, наверное, была благодарность, потом уже, я не знаю, это, наверное, потому что мама была красавица, у меня сохранились фотографии, это, да. Вы упомянули мамину маму, то есть свою бабушку. Вы помните своих бабушек и дедушек? Да, конечно. Одного дедушку нет, который погиб под Кенигсбергом, я его не могла помнить. Вы знаете, было для меня большой радостью, что мне удалось по архивам найти его могилу. Это братская могила в деревне Аисты, Калининградской области. Я там была, увидела эту братскую могилу, нашла его фамилию. И, в общем, потом еще успела сообщить маме, мама была жива, и мы с мамой туда съездили. Так что вот я знаю, где мой дед похоронен, в этом Калининградском котле, Кенигсбергском. А вторую бабушку, да, я хорошо помню, тоже очень мудрая была. Я, насколько понимаю, ваша дочь до 4 лет воспитывалась как раз вашими родителями. У моей мамы, да, в городе Брянске, потому что после войны уже там какое-то время родители жили в Германии, а потом вышел указ Сталина, что такие, как мама, не могут жить. В столице. Ни в Москве, ни в Ленинграде. А у папы кончилась военная карьера, потому что он собирался поступать в военную академию, продолжать дальше. Но ему сказали, раз он женился на такой, значит, все. И он уже потом закончил институт и всю жизнь проработал директором школы. И они вернулись в Брянск, потому что там были папины родные. И в Брянске можно было жить 300 километров от Москвы. Но я с детства, и я, и моя старшая сестра, которая родилась в Берлине, она родилась как раз в Гербертске под Берлином. Кстати, свадьба моих родителей была первой советской свадьбой на территории Германии. Вот. И вот, собственно говоря, поэтому я родилась в Брянске. И вплоть до 1956 года действовал этот запрет Сталина. Но я с молодых лет, и я, и моя сестра знали, что мы будем жить в Ленинграде, что мы туда вернемся. Ну, собственно говоря, и она после школы закончила Ленинградский герцогский педагогический институт. Ну, а я знала, что хотя все мои одноклассники поехали учиться в Москву, это рядом, из Брянска, я поехала в далекий Ленинград. Потому что это была мамина мечта. Вернуться в родной город. Вот несколько раз прозвучало слово бабушка. Вы ведь теперь бабушка. И какая вы бабушка? Как вы сами для себя определяете? Ну, вы знаете, наверное, не очень еще хорошая, потому что я не провожу много времени с внуком, хотя стараюсь каждую свободную минутку этому делить. Я работаю, а вот в моем представлении бабушка, это которая, во-первых, всегда дома, которая там вяжет носки, рассказывает всякие истории. И, ну, я думаю, что я такой тоже буду. Будете? Конечно, конечно. Я бы с удовольствием предпочла, вот, что немножко подрастет, с ним можно будет разговаривать, и уж тут-то я ему расскажу много чего. А вы строгой были мамой, скажем, сейчас-то понятно, какая вы мама, потому что мы вас наблюдаем, и в том числе и в диалогах с дочерью. А вот когда Ксения Анатольевна была подростком, ну, самый сложный вот этот возраст, там, знаете, с 10 до 15, вы, какая вы были мама? Ну, я старалась быть строгой, но это было не всегда правильно. С таким ребенком, как Ксения, нужно было у нас, мы с мужем прожили 25 лет с совершенно замечательным браком, в гармонии, но если мы и ругались, то ругались только из-за нее, потому что он был абсолютным либералом, он, ну, наверное, как любой мужчина, к дочке относится, особенно снисходительно она могла видеть из него веревки, у сильного, такого жесткого Собчака дома, с ней он был совершенно другим. А я старалась компенсировать, и я была более строгой, а он мне всегда говорил, не ломай ее, она уже сложившаяся самостоятельная личность, она будет жить по своим правилам, не ломай ее. Я ее пыталась ломать, из-за этого мы с ней скандалили, но в итоге я поняла, что я была не права и готова публично каяться в этом. Но вот именно вашей, вернее, вот этими отношениями с супругом и его отмеченным памятью, либерализмом, можно объяснить тот факт, что он вам позволял целоваться, в частности, известная история, когда вы целовались с Аллой Маделлоном. Вы так хорошо изучили мою биографию. Я старался. Я не знаю, где это было, разве что во французских журналах. Ну, знаете, это была, в общем, шутка. Мы были... Ничего себе шутка. ...во Франции, но я расскажу, почему. У меня фотографии сохранились, свидетельства и доказательства. Мы были во Франции, на приеме, тогда он был мэром Парижа, Жак Ширак, еще не президентом, и пригласили нас, ну, и каких-то французских звезд на обед. Мой муж сидел напротив меня, я сидела рядом с Алленом Делоном, и там было хорошее бургундское, и как-то так оно подействовало на Делона, и он так стал подлаживаться. А таблички с именами месье Собчак и мадам Нарусова. То есть ничто не указывало на то, что вы супруга. Ничто не указывало на нашу супружескую связь. И он так, подлаживаясь, сказал, знаете, мадам, у меня никогда не было русской женщины. Я говорю, верю месье, ну, знаете, какое совпадение, у меня тоже никогда не было французского мужчины. Он говорит, так в чем же дело? И уже так довольно напористо. Уже так это, уже переставало быть шуткой. Вот-вот я и говорю, да. Ну, а он довольно громко говорил, еще вином возбужденный. Я говорю, да все дело в том, что напротив сидит мой муж. Как, месье Собчак? А кто у нас муж? Я говорю, да, это мой муж. И он так приник, но тут муж проявил чудеса великодушия и говорит мне, ты знаешь, ты ведь никогда мне не простишь, если ты упустишь такой шанс поцеловаться с Аленом Делоном. А все вокруг женщины, включая Бернадет Ширак, стали говорить, мадам, любая женщина французская отдала бы там сколько-то лет жизни за такой шанс. Ну, пришлось. Пришлось. В общем, если до этого момента и были у кого-то сомнения, что Собчак это просто эталон либерализма, то после этой истории сомнения... Нет, ну, нет, нет. Во второй части мы поговорим как раз про политику. Это был исключительно протокольный политез. Я понимаю. Но не... Он был вообще ревнивым. Бывало, бывало. Получало. Хорошо, поговорим об этом во второй части, потому что ревность и политика это вещи взаимосвязанные, как мы выяснили. Чему научили вас ваши бабушки? По-разному. Ну, та бабушка, которая вот знала, что такое ленинградская блокада и вообще, что это такое, она учила вещи, которую не сейчас вот мои... Люди, с которыми я сейчас общаюсь, не всегда понимают. Я не могу оставлять еду, не выбрасывать еду, просто потому что знаю, что для того, чтобы выжить, были сварены аквариумные рыбки в супе, а в самый последний момент съеден любимый кот. И вот когда я это всё узнала и представила себе, вот оставлять еду не могу. Может быть, некоторые считают это жадностью или чем-то ещё, вот не могу. А другая бабушка, у неё были какие-то всё время афоризмы, которые помогают мне жить. Например, когда я ей рассказывала о каких-то своих грехах и о том, что мне стыдно, она говорила фразу «Не покрасневше лицо не износишь». Просто такая. Или, например, мы любили ходить в лес с грибами, а я какая-то очень брезгливая была и очень тщательно вот такую гору грибов, когда я их чистила, оставалась маленькая кучка. И даже если там не было червя, а просто там какая-то маленькая бороздка, я всё это вырезала и выбрасывала. Она мне такую фразу сказала «Не тот червь, что мы едим, а тот червь, что нас будет есть». Никогда не слышала. И вы знаете, как-то вот... Отпечатала? Отпечатала. Отпечатала. Вот такая настоящая житейская мудрость. Про ревность и политику. Вы знаете, я слышал такую версию, что травля Собчака, ну, известная, в своей основе имела ревность Бориса Николаевича Ельцина к вашему мужу, как прорабу перестройки, человеку более образованному, ну, во всяком случае, по подаче так считалось, более, ну, скажем так, фактурному и перспективному. Как вы к этой версии относитесь? Добавлю к этому более образованному, более интеллигентному и более пользующимся авторитетом. Ну, в определенной среде интеллигенции, скажем так, да. За рубежом, среди зарубежных лидеров. Потому что, понимаете, когда они видели дирижирующего оркестром или президента, они понимали, что это не совсем соответствует образу... Собчака сложно представить. ...культурной России, да. Да, это было. И это не просто версия. Так оно и было. И есть масса тому доказательств. Как вы относитесь к созданию Ельцин-центра? Ну, я считаю, что любое учреждение, которое рассказывает про историю, оно нужно, оно имеет право на существование. Концепция, конечно, мемориальная. Там замечательно сделаны с новыми музейными технологиями ощущения времени. Вот время. Но, конечно, очень избирательно. Потому что достаточно сказать, что путь 91-го года провалился во многом благодаря позиции Собчака в Ленинграде. Именно он прорвал это молчание и вышел первый в прямой эфир, когда вся страна смотрела «Лебединое озеро» и сказал о том, что такое ГКЧП, равно как и в 93-м году, когда те люди, которые должны были рулить ситуацию, предпочитали забыться традиционным русским способом. Там нет ни одной фотографии Собчака. И мне кажется, это исторически несправедливо. Вот вы знаете, вы упомянули в первой части разговора и Ленинград, и блокаду ленинградскую. Вот говорили о том, что у вас бабушка рассказывала. При этом, я насколько понимаю, вы к знаменитому опросу, инициированному, к тем телеканалам, на котором работает Ксения Анатольевна, относитесь как бы сочувственно и положительно. О том, что надо ли было сдать Ленинград для того, чтобы спасти миллионы людей. Начнем с того, что это был лишь предлог, я в этом убеждена, чтобы закрыть непокорный дождь, сам этот опрос, потому что сам этот опрос, я напомню, проводила Эхо Москвы на площадке дождя. Да, на площадке дождя. На площадке дождя проводила Эхо Москвы. Санкции были приняты не к Эхо Москвы, дай бог им здоровья и удачи, а к дождю. Поэтому одно это говорит о том, что это было предлогом, а во-вторых, это журналистский срез, срез общества. Понимаете, проводят же Левада, центр, общественное мнение, проводят опросы, потому что, да, это было, надо было знать время, это нельзя было проводить накануне Дня Победы, и вот в эти памятные дни, связанные с блокадой. Но узнать, чем дышит публика, чем вообще, какое представление об истории. Понимаете, если вы сейчас выйдете на улицу и проведете опрос, какова была роль засадного полка Дмитрия Боброка в Куликовской битве, вам вряд ли кто-нибудь ответит, кроме историков. Свидетелей не осталось. Понимаете, нет. Я говорю об историческом факте, потому что просто этого не знают. Да, пока, наверное, пока жив хоть один блокадник, это было не своевременно, потому что это задевает их чувства. Но, с другой стороны, это был опрос, позволяющий понимать степень знания или, наоборот, невежества молодежи. И здесь, я думаю, что кто такой Пушкин, не вся молодежь знает. Как историк и как функционер еврейского конгресса, скажите мне, был ли Холокост? Потому что вы знаете, что очень многие исторические дети высказывают сомнения по поводу того, что он был. А была ли победа в 45-м году и знамя над Рейхстагом? Это вопрос одного порядка. Правильно ли я понимаю, что Холокост подразумевал уничтожение евреев как этнос, независимо от того, Подразумевал, он это делал, он это творил. Хорошо. То есть мы исходим из того, что вермахт, вообще эсэсовцы и немцы в тот период... Идея фашизма при восходстве одной арийской нации над всеми другими. И славяне, и евреи это рабы. Объясните мне тогда вот этот удивительный тогда, как мне кажется, феноменальный совершенно аспект нашей нынешней политической жизни, когда люди говорят, что да, надо было бы сдать Ленинград. И многие из них говорят, это люди, которые, ну, евреи, скажем. Не правда. И журналисты. Не правда, нет, не соглашусь. Я правильно понимаю, что если бы Ленинград сдали, то все евреи были бы уничтожены. Ленинградские. То есть люди бы, может быть, имели, что поесть ленинградца, но евреев бы не осталось. Или нет? Или я неправильно понимаю природу холокоста? что блокада Ленинграда защищала евреев? Нет, нет, нет. Мы не об этом сейчас говорим. Я пытаюсь понять, правильно ли я понимаю, вот если бы так сложилось. Нет, неправильно. То есть если бы Сталин оставил бы Ленинград и немцы бы туда вошли. Сталин заботился о евреях? Нет. Тогда Ленинградское дело бы не возникло. Понимаете? Не дело врачей, вредителей. Правильно ли я понимаю природу холокоста, как вот он историками описывается, что евреев убивали просто за то, что они евреи. не взирая на то, что коммунист, он буддист. Но, знаете, это принято, это принято в качестве непреложного момента во всех странах. Это решение Нюрбинского процесса, которое пересматривать не должно. Хорошо. Это записано в решениях Нюрбинского трибунала. Каким же образом тогда журналисты, политологи, скажем так, еврейского происхождения могут озвучивать... Это уже к ним вопрос. Я вам говорю о своих взглядах. Тогда хорошо. Вы сами тогда как считаете, поскольку мы говорили о тяжелом режиме Сталина, вот ставится вопрос, что лучше бы Сталин проиграл войну Гитлеру. Как вы считаете? Нет, но это кощунственный вопрос. То есть вы не поддерживаете такой тезис? Как можно об этом вообще? Как язык может поворачиваться? Очень многих поворачивается, как вы знаете. Ну, знаете, значит, это не тот язык. Хорошо. Вернее, не те мозги. Но тогда хорошо. Давайте тогда мы к современной перейдем по политике. Хорошо. Вы считаете, возможно ли, что в ближайшее время у нас произойдет очень сильное изменение во власти? То есть какие-то подвижки? Я не понимаю, что вы подразумеваете под изменениями. Один министр из одного кресла пересядет в другое или вообще на другое место уйдет? Я не считаю это изменениями. Понятно. Это не структурные реформы во власти, которые должны быть. Это косметика. Хорошо. Тогда по-другому вопрос сформулирую. Возможно ли, что в ближайший обозримый период 10-15 лет от власти будет отодвинута страта воспитанников Собчака? Ну, я имею в виду. Ну, они к тому времени вряд ли останутся уже на действующими политиками. Ну, давайте я это просто... Через 15-е лет. Ну, хорошо. Ближайшие 5 лет. Потому что во власти сейчас люди, которые являлись студентами вашего мужа и воспитанниками, которые, как мне кажется, исповедуют его идеалы. То есть, ну, я говорю о либералах. Студенты... Я сама 25 лет преподавала в ВУЗе. Да. Студенты ведь бывают разные, бывают и двоечники. Я говорю, допустим, про студента, которого там сейчас в подаче его парасекретаря называют Димоном. То есть, про Дмитрия Анатольевича Медведева. Он был студентом и аспирантом. Да. Кудрин Алексей, Анатолий Борисович Чубайс, Герман Греф. Это же все воспитанники вашего мужа. Да. И Анатолий Александрович всегда гордился ими. И сейчас такая сложилась ситуация, что люди, придерживающиеся противоположных политических взглядов, тех, которых называют охранителями, с одной стороны. И с другой стороны, люди, которые работают вместе с Ксенией Анатольевной, ну, на канале Дождь. Ксения Анатольевна, слава богу, не во власти. Поэтому давайте разные весовые категории. Абсолютно не во власти. И те, и другие не во власти. Но и те, и другие сходятся на том, что надо бороться с коррупцией и надо вот озвученных людей из власти убрать. А назовите мне хоть одного человека, который скажет, что не надо бороться с коррупцией. Вот вы так считаете? Я считаю, что я здесь согласен мы уходим чуть в сторону и я просто отвечу. Нет, ну вы говорите, что... Гаврил Харитонич Попов, который занял пост мэра Москвы одновременно с тем, как Савчак вошел... Он вовремя ушел, потому что понял, к чему все идет. Он считал, что без коррупции у нас не обойтись, что ее надо просто в цивилизованную форму какую-то переводить. Это его точка зрения и не моя. И это, так сказать, бывшая Византия. Да. Усвоившая все чинопочитание. Разве это не так? Отчасти да, если говорить о национальных традициях и национальном характере. Конечно. Один бог на небе, один царь на земле. И это та концепция нашего российского менталитета, которая оказалась очень устойчивой. Но рецепт вот того, о чем вы говорите, только один. Сменяемость власти. Потому что ну история, вся история, ну надо же когда-то учиться на ее ошибках. Вся история показывает, что 10 лет это эффективная, нормальная работа. Ну может быть, чуть больше. Но власть засасывает. Я считаю, что Владимир Владимирович эффективно. руководит страной, во всяком случае, внешней политики, во внутренней руководствуются, по-моему, другими, более силовыми методами, чем демократическими, либеральными. Но как лидер страны он эффективен и он очень силен. но сменяемость не лично для кого-то, для Дмитрия Анатольевича или Владимира Владимировича или кого-то, как принцип, как институт и основа государственной власти. И этот принцип, к сожалению, история вся показывает, что власть пускает, длительная власть, пускает такие метастазы в сознание, в душу, в сердце и меняет человека. И даже ради сохранения собственной личности долго во власти находиться нельзя. Следующий вопрос. Вот с 91-го года сильно ли у вас, поскольку Доджи занимается журналистикой, то мне кажется, что вы... Вообще-то я тоже член союза журналистов. Ну, вы уже не говорили об этом. Сильно ли изменилось вообще отношение к журналистам и роль журналистики в политическом процессе? Вот можно ли ее называть четвертой властью или нет? Уже нет. Вместо четвертой власти, понимаете, журналисты сделали все, чтобы им не верили. Потому что ангажированность... Я повторяю, я сама отношусь к этому цепку, я работала на телевидении долгие годы. И хочу сказать, что обилие заказных статей, когда вот читаешь и понимаешь, вот этот заказал ее против этого. Обилие заказных материалов таково, что журналисты сделали все, чтобы им не верили и чтобы из четвертой власти стать второй древнейшей профессией. Извините. Так, ну а что же здесь извиняться? Из песни слова не выкинешь. Я помню, в день рождения Ксении Анатольевны, она однажды пригласила вас в эфир, у вас был диалог с гостем программы, с журналистом. Ну, на канале. Ну, в Собчак живем, был такой выпуск. Скажите, а вам приходилось сталкиваться с журналистами, которые работают в той же стилистике, что и ваша дочь? То есть, достаточно напористо, агрессивно? Конечно. Я очень люблю многих журналистов, к которым вся вышесказанная сентенция совсем не относится. Настоящие журналисты. И глубоко уважаю их. И повторяю, жаль, что все они не на федеральных каналах. Иначе состояние умов нашего населения было бы другое. То есть, вы считаете, что журналисты могут влиять на... Я в этом убеждена. Но просто не тех допускают. Вы одобрили выбор профессии своей дочери? И она не спрашивала вас? Она не спрашивала. Она... Надо сказать, что муж, конечно, очень хотел, чтобы она стала юристом. Но она со свойственной ей категоричностью, заканчивая 10 класс, сказала, таким юристом, как ты, я не буду, а хуже я быть не хочу. Поступила на международные отношения, потому что у нее хорошо были языки иностранные. Потом она занималась конфликтологией, международной журналистикой. Поэтому к моменту окончания МГИМО, престижнейшего вуза, она тогда была аполитичным ребенком, ну, уже не ребенком, но барышней. И, как вы понимаете, у нее было много возможностей устроить свою карьеру с дипломом, с красным дипломом, с отличием МГИМО. Она выбрала сначала телевизионную, которая мне не нравилась. Дом 2. Вы помните, да, блондинка в шоколаде, потому что продюсеры эксплуатировали ее образ вот такой. Я как-то и сказала, что если бы ты в начале своей телевизионной карьеры сыграла бы роль, я не знаю, Надежды Константинной Крупской, которая поехала в село Шушенское за Лениным, она сложилась бы иначе, образ был бы другой. А так как у тебя сначала был образ этой блондинки в шоколаде, стали ее тиражировать и эксплуатировать. А Дом 2, вы помните, сколько было заявлений депутатов Государственной Думы, Московской Думы о том, что это развращает молодежь, что это так все плохо. Ксения уже много лет там не работает, а программа идет, и, значит, дальше можно ее развращать в той же стилистике. Значит, все это было направлено именно лично на нее, а не на саму программу, которая, кстати сказать, идет до сих пор в той же программе, в том же ключе и в том же случении и сватовстве. Могла ли состояться политическая карьера Ксении Собчак, если бы она не пошла по этому пути? А почему вы говорите в сослагательном наклонении? Ну, потому что я считаю, что она состоялась. Вы считаете ее действующим политиком? Другое дело, безусловно. А вы считаете, что политик это только тот, который вчера отжимал штангу, а потом по спискам прошел в Думу, занял это кресло и стал политиком. Прямо вот с завтрашнего дня, как только мандат получил. Как вы прошлись по чемпионам. Нет, ну просто, понимаете, политик это человек, который подготовлен своим образованием, своим опытом, жизненным в том числе. Ксения с детства была в эпицентре таких событий, о которых многие даже не знают. И тот опыт, который у нее есть, он бесценный. А кроме того, у нее есть позиция, то, что для политика важно. Никуда ветер дует, или что сказал пресс-секретарь Песков, вот так я и буду действовать. А главная должна быть самостоятельная позиция и свое мышление. Понимаете, я с детства ее воспитывала в том же принципе, как и меня воспитывали. Сомневайся. Фраза Вольтера, сомнение началом... Любимая, любимая форизм Сорчака. Да, и мой тоже. Сомнение начала мудрости. Нельзя сомневаться только в том, что после ночи наступает утро и что дважды два-четыре. Во всем остальном надо сомневаться. Давайте на этой ноте сомнения и финишируем с нашей беседой. С вами потрясающе интересно было разговаривать. Огромное вам спасибо. Всего доброго. Сомневайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова